Райанэйр ушел, вернуться не обещал, но в Борисполе ждут. Директор аэропорта сегодня выступил с неожиданным заявлением. Лоукостер отказался работать в Украине. Однако переговоры продолжаются в режиме паузы. Отыскать логику в заявлениях Павла Рябикина пыталась Юлия Жешко. Уход ирландского перевозчика всего лишь стратегический ход. Так теперь говорит гендиректор Борисполя. Павел Рябикин утверждает, переговоры с Райанэйр никогда не прекращались. Могу сказать, что это не выход из переговоров, это их форма продолжения переговоров. Практически очень много случаев в мире, когда компания использует политические рычаги для вхождения на рынок. Рябикин говорит, лоукостеры должны прийти в Украину обязательно, в том числе и Райанэйр. Хотя еще в начале недели Рябикин уверял, договор с Райанэйр подписывать нельзя. Он не будет подписан только по одной причине. Потому что для нас, как для государственного предприятия и как для государства этот контракт будет невыгоден. В том, что переговоры с Райанэйр закончились громким скандалом, Рябикин теперь винит политиков. Главным образом министр инфраструктуры Владимира Амеляна, который попросил Кабмин об увольнении гендиректора. Я не думаю, что министр не владеет ситуацией. То есть ему не надо согласие Кабминета министров на мое увольнение. У нас есть контракт, подписанный между Министерством инфраструктуры с одной стороны в лице министра и мною с другой стороны. Достаточно, так сказать, начать инициировать расторжение этого контракта и этого будет достаточно. Зачем обращаться в Кабминет министров, я не знаю. Почему не уволен гендиректор Борисполя, нам рассказал сам Владимир Амелян. Впрочем, в отставку Павел Рябикин в любом случае не собирается, поскольку снова занят переговорами с РАНР. Хотя в ответе на вопрос, когда состоится следующая встреча с руководством Лоукоста, теряется. Вы знаете, пока никакой даты нет. На сегодняшний день мы находимся на статии, когда мы констатировали письменно все принципиально вопросы, по которым мы не сходимся. Мы их финализировали и отправили. Ждем ответа. Сколько продлится режим ожидания, гендиректор пока тоже не знает. Юлия Жешко, Данил Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.